МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хор – это когда поют все вместе, и очень громко. Это поют много людей. Все, например, от садиков, все дети, все родители, все школьники. С друзьями очень весело петь, поэтому хором. Петь хором – это когда хрипло петь. Хором – это значит хорошо петь и рассказывать стихи четные. Это когда ты вслух поешь. Один? Не один, а, может, целая группа. Сколько надо человек для хора? Много. Ну, почти до 100. Я думаю, почти до 100. Какое до 100? Полегче. 20 или 18? Сколько хочешь. Сколько хочешь, туда поставь, и все будут петь. А двое – это хор? Нет. Это маленький хор. Ты когда-нибудь с кем-нибудь пела хором? Да. С моим лучшим другом Димой. Когда, например, свадьба, поют, бывают песни. Я только вижу, как они только готовят стол. А когда поют, я не видел. Так нельзя делать. Взрослые все поют и кушают. Можно подавиться. Легче хором петь. Отчего же? Ну, потому что, если ты забыл слово, можешь другое петь и то же самое говорить. Одному. Потому что хором надо ждать других, когда они поют уже, и надо за все у него повторять. Все вместе дружбой. Потому что, когда поешь вместе дружбой, ты не стесняешься или тихо не поешь, а поешь гордо и смело. Если хором петь, может один человек опоздать, потом он прибежит, а мы уже закончили давным-давно. И все ушли по дому. Не надо ждать, можно одним попеть. Ну, вообще, лучше одно петь. Потому что в ходе меня вообще не слышно. Потому что я не могу кричать. А нам надо петь, а не кричать. А меня не слышно в ходе. Сначала надо посмотреть на всех человеках и включать музыку. Потом смотреть внимательно, кто поет, а кто не поет. Да. Ну, я так один раз делаю. Заметили, что ты не поешь? Я просто открывала рот под рифму. Поэтому они не заметили меня. Мы же знаем все голоса. И все голоса... И кто не поет, мы этот голос не слышим и говорим ему. А он просто рот открывает. В хоре можно петь любые песни. Вода, седан, пава-ра-ра-ва-ва. В саду ягоды маленько-маленько моя. Валенки, валенки. Ой, да не подшиты сталинки. Это гимн России, наверное? Или нет?